Здравствуйте, подписчики и гости канала! Я рада приветствовать вас на канале свитерок! Хочу предложить еще вам один красивый узор. Здесь идет переплетение лицевых петель. Вот он с лицевой стороны как смотрится. Вот его изнаночная сторона. Узор несложный, вяжется просто. Подойдет для вязания шапок, шарфов, для любого вида плечевых изделий. Он будет смотреться хорошо, мне кажется, как и пушистой ниточки, так и более гладкой. Раппорт узора составляет у нас 9 петель. Высоту узор 6 рядов. Первый раз он вяжется с 1 по 6 ряд. Дальше повторяем с 3 по 6 ряд. Образец у меня связан из Ализе Лана Голд. С вами образец я хочу связать на вот такой толстой нитке. Спицы для образца я возьму 6. Для образца мы наберем 2 раппорта. Это будет 19 петель плюс 2 изнаночные петли для симметрии и 2 кромочные. Так, и первый ряд нашего узора. Кромочную петлю мы снимаем. Дальше у нас 2 изнаночные петли. 7 лицевых. Второй раппорт. 2 изнаночные петли. 7 лицевых. В конце ряда 2 изнаночные петли. И 1 кромочная петля. Изнаночные ряды в нашем узоре мы будем вязать по рисунку. Так, третий ряд. Кромочную снимаем. 2 изнаночные. Дальше у нас идет 1 лицевая. Следующие 2 лицевые нам нужно перекрестить с наклоном вправо. Первую петельку снимаем. Нить перед работой. Провязываем 1 лицевую. Возвращаем назад снятую петлю и провязываем ее лицевой. Следующие 2 лицевые перекрещиваем влево. Одну петлю снимаем. Нить за работой. Провязываем 1 лицевую. Возвращаем назад снятую петлю и провязываем ее лицевой. Следующие 2 тоже перекрещиваем влево. Первую петлю снимаем. Нить за работой. 1 лицевая, возвращаем назад снятую петлю, провязываем ее лицевой. Это у нас первый раппорт. Далее 2 изнаночные, 2 раппорт вяжем так же само. Лицевую провязываем, следующие 2 перекрещиваем вправо, 1 петельку снимаем, нить перед работой, лицевая, возвращаем назад снятую петлю, провязываем ее лицевой. Следующие 2 перекрещиваем влево, 1 петлю снимаем, лицевая, возвращаем назад снятую петлю, провязываем ее лицевой. Следующие 2 перекрещиваем тоже влево, 1 петлю снимаем, провязываем лицевой, возвращаем назад снятую петлю, провязываем ее лицевой. В конце ряда 2 изнаночные и кромочная. Четвертый ряд изнаночные, петли вяжем по рисунку. Пятый ряд, кромочная, 2 изнаночные, следующие 2 лицевые перекрещиваем вправо, петлю снимаем, нить перед работой, лицевая, возвращаем назад снятую петлю, провязываем ее лицевой. Следующие 2 петли лицевые, 1 снимаем, нить перед работой, провязываем следующую петлю лицевой, возвращаем назад снятую петлю, провязывая ее лицевой. Далее 2 петли перекрещиваем влево, 1 петлю снимаем, нить за работой, лицевая, возвращаем назад снятую петлю, провязываем ее лицевой. далее лицевая, 2 изнаночные, следующие 2 лицевые перекрещиваем вправо, одну петлю снимаем нить перед работой, далее лицевая, возвращаем назад снятую петлю, провязываем ее лицевой, следующие 2 петли перекрещиваем вправо, одну петельку снимаем нить перед работой, далее лицевая, возвращаем назад снятую петлю, провязываем ее лицевой, следующие 2 лицевые перекрещиваем влево, первую петлю снимаем за работой провязываем лицевую петлю возвращаем назад снятую петлю провязываем ее лицевой лицевая 2 изнаночные кромочные 6 изнаночный ряд вот мы связали с вами высоту наш узор я повторю сейчас еще раз высоту чтобы было видно лучше вот эти вот объемные перекрещения вот я связала еще один раз вверх повторил аэропорт так он выглядит в толстой нитке так вот с изнанки на мой взгляд мне больше нравится в такой тоненько он получается более нежный воздушный а здесь он такой толстенький плотный на зимний свитер мне кажется или на шапку будет самое то всем большое спасибо за просмотр и кто не подписался на канал подписывайтесь оставляйте свои комментарии ставьте лайки нажимайте на колокольчик чтобы первыми узнавать новости нашего канала желаю вам ровных петелек хорошего настроения до скорых встреч